Сегодня новостям из ТС Прима. Депутат Госдумы Илья Пономарёв прокомментировал законопроект об отмене поправки, которое запрещает американцам усыновление российских сирот. Руки прочь от детей! Руки прочь от детей! Руки прочь от детей! Надеемся, что вместе с вашей помощью еще не один раз... За отмену антисиротского закона выступили больше 100 тысяч россиян. Подписи в сети собрала новая газета. В воскресенье в Москве и других городах страны оппозиция вывела на улицы десятки тысяч граждан. Они также протестовали против закона подлецов, как его прозвали в Рунете. Однако петицию тех, кто вышел на улицы Москвы, в Госдуме рассматривать не стали. Сослались на то, что нет утвержденного порядка работы с такими вот обращениями. Инициативу взяли на себя трое депутатов справедливоросов. Дмитрий Гудков, Валерий Зубов и Илья Пономарёв. Они внесли в Госдуму законопроект, отменяющий четвертую статью антимагнитского закона. То, что запрещает усыновление российских детей американцами. По их словам, сейчас главное добиться, чтобы рассмотрение назначили на ближайшее время. Хотя перспектив у инициативы мало. Я думаю, что её провалят. Но, во-первых, я считаю, что изменится количество депутатов, которые за неё голосовали. После того, что происходило на улицах Москвы, я думаю, что большее количество депутатов проголосует за то, чтобы убрать эту норму из закона. А во-вторых, это будет дополнительный виток дискуссии. Я напомню, что так называемый закон Димы Яковлева депутаты Госдумы приняли в конце прошлого года. Но до этого федералы заручились поддержкой регионов. Парламентарии на местах также его рассматривали. Процедуры, необходимые для одобрения в Совете Федерации. У нас в законодательном собрании края проект одобрили единогласно все присутствующие. Но самое интересное, одобрили депутаты только основу законопроекта. Скандальная поправка о запрете на усыновление в законе появилась после этой процедуры. То есть депутаты рассматривали, по сути, другой закон. Контактов с Соединёнными Штатами Америки у нас достаточно много. Надеюсь, что они взаимовыгодные. И, соответственно, рычагов для того, чтобы дать действительно адекватный ответ как позитивным, так и негативным шагам в отношении России у нашей страны достаточно. Но дети и их судьбы не должны использоваться, с моей точки зрения, как средство разрешения каких-то проблем в межгосударственных отношениях.